мы это сделали за победу друзья а вот и подоспел новый выпуск а точнее его первая серия потому что я планирую разбить его на две части у нас накопилось очень много тем для повествования моментов событий я впервые пишу текст заранее чтобы полностью во всех красках передать все что произошло с нами за это замечательное путешествие ну что друзья всем добрый вечер мы в шереметьево я прошел уже досмотр осмотр досмотр все что можно сейчас жду элю мы вылетаем в испанию через сербию у нас будет ночная пересадка ночная переночуем и в пять дня мы будем стартовать уже барселону и с барселоны в аликанта вот надеюсь все будет без приключений я смогу полностью выдохнуть когда пересеку порог наших апартаментов перешагну переступлю о поэтому сейчас двигаю на посадку будем снимать вот в таком формате на это будет поудобнее так что вы начинаете смотреть наш travel блог как вы уже увидели наша поездка началась шереметьево и наш путь лежал через сербию мы сняли апартаменты на одну ночь погуляли в белграде и отправились в аликанте с двухчасовой пересадкой в барселоне сейчас да travel блог начался мы идем писать все варятки нет все нормально тюкова войти спасибо чипсики по сербски первый раз такой видим чтобы так как это новый формат для меня то здесь вы увидите кадры снятые на гоупро на телефон на основную камеру и элементы коммерческой съемки которые нам предоставили фотографы соревнований я очень постарался чтобы этот выпуск был максимально интересен для вас я надеюсь что у каждого сейчас на столе стоят молочко и печеньки или же кукурузные палочки я вам желаю приятного просмотра камера мотор погнали всем привет мы выспались отдохнули небольшой рум-тур наша наш первый перевалочный пункт сейчас мы пойдем погуляем пока ожидаем наш самолет в барсу посмотрим белград да и лишь и в пять часов улетаем барселону и далее у нас пол 10 уже вечера будет самолет до аликанта сейчас покажем очень интересненько посмотрим какой-то белград сейчас нужно только купить водички то сушняк жесткий как вас зовут с погодка нам определенно повезло надеюсь дальше будет то же самое у меня тут конечно свой десертик с соленой карамелью ну а илюша у нас в роли интуитивного гида как всегда у нас в роли интуитивного гида как всегда и а и 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 короче дела такие по рекомендации моего подопечного и по совместительству знатока сербской культуры мы пришли в чивапшницу и у вот что у нас здесь есть Ничего, я тут все поем Из тревел-блогера Фуд-блогера Что там у вас? Покажите Кювак, печень И печень Покажите печень Приятного аппетита Ну что, ребята, мы в Барселоне И сейчас сидим на нервишках Ждем Не потерялся ли наш багаж Так, в последнее время это часто история Вот, поэтому Сейчас ждем, ждем, ждем И двигаем на пересадку Аликанты Финальная часть Нашего сегодняшнего трипа Все, мальчик нас едет Пойдем забирать Чисто романтический Ужин намечается Мы сдали багаж, все, сейчас ждем Вылет в Аликанты Вот, здесь круто то, что на улице Да, посередине аэропорта Есть Такое пространство, естественно Мы пришли в Старбакс Но у меня своя еда Вот, положено Илюша сейчас замутит что-нибудь себе На перекус Вот Надеюсь, скоро мы будем дома Отдохнем И завтрашнего дня В полный бой Прям до субботы До момента старта Завтра скидываю отчет тренеру Смотрим что-то по форме Посмотрю сам Как я выгляжу Вот Жду Буду ждать установки И приступаю к действию Вот Конечно, мы устали Но Это того будет стоить Я уверен До встречи Как только мы вышли Из такси в Аликанты Меня же как будто что-то схватило за шею Связало мне руки Вот это ощущение максимальной ответственности Понимание, что вот я здесь Часть работы сделана И у меня есть недель Чтобы максимально Довести ее до конца До результата Потому что Я ехал за победой И другой вариант я не рассматривал В голове как будто стоял фокус на день Х И я понимал, что мне нужно сделать все максимально строго По плану Чтобы не было никаких отклонений Настолько я подгрузился в этот процесс Что Руки просто не доходили до камеры Только в день регистрации Я кинул гоупрошку в сумку И поехал Уже что-то Начал снимать Ну что, всем привет Мы приехали на регистрацию Вот вам место Проведения В какой категории вы покупаете? В категории пончиков Самых вкусных пончиков Идем на взвешивание Элю не пустили Но сказали, что Блин, все будет быстро Налеюсь, правда Пробегу, соберусь И пойдем домой уже Делать оставшуюся работу Спасибо 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 А это то, зачем я здесь? Но не то, что было, окунувшись в атмосферу предстоящих соревнований, мне кажется, я еще сильнее зарядился, еще больше сфокусировался на своем настрое, на форме и опять отложил камеру в сторону. Я дал себе установку, что я выиграю, иначе просто быть не должно. Я безмерно благодарен Элле, что она всегда была рядом, ее поддержка бесценна. Это не просто слова, я даже не могу передать, что это такое, особенно в такие ответственные моменты, которым ты идешь долгое время, и вот он перед тобой. Поэтому это что-то невероятное. Далее у нас уже после регистрации было немного кардио в топовой достопримечательности Эликанте, вы сейчас увидите это на видео, немного медитации. И мы были готовы, но не буду затягивать, вот он тот самый день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 сейчас так room tour где мы жили у нас просто так сказать перенес рейс пропали билетики вот тут я в трусах после бургеров покушавших один бургер так съел вот тут мы провели наш нашу часть поездки в аликанте еще один день переезжаем на еще один день переезжаем квартиру апартаменту рядом договорились что без проблем все перетащим переночуем а завтра будем стартовать уже в бухарест поэтому сейчас покажем тут все устроено room tour number two кладовочка кухонька я а зеркало али зеркал где смотреть на себя красиво вот так вот будем только это вкусно это зарядка от моих часов которые рафуси погрыз когда был маленький вот но и собственно живем и на пересечении очень люто тусовых улиц и у нас каждый вечер под окна такой балаган что с открытыми окна и спать невозможно но с другой стороны прикольно открываешь и чувствуешь движуху шум поэтому но и кстати уже вот здесь вот лежат на своем месте как-то сейчас будет раскрыт секрет где можно будет покупать самые вкусные круассаны в аликанте на самом деле у них здесь кофе большой косяк они походу кроме как кофе с молоком ничего не знают вот ну карта да это же в принципе одно и то же и или нашла нам только одно место нам подтвердили это русские ребята которые здесь открыли барбар это чисто так с утра бабахнуть вот она нашла одно место реально с прикольный кофе с разным видом завариваний и это походу реально только одно место все аликанта а круассаны тоже хороших миллион миллион но идеальное место одно великим сейчас мы продемонстрировали если вы увидите вот это по лучшие просто лучшие во всем аликан на ударе площади какой до какой-то главной красивые площади так что все нормально наберем так секрет краснов раскрыли сейчас идем за кофе мой навигатор как всегда на самом деле как настолько гулятельное место ты просто выходишь и гоняешь по старому городу и тебе это не надоедает и постоянно видишь что-то новое что-то интересное и блин я прям влюбился в этот город мне очень нравится вот к сожалению мы завтра уже выезжаем и собственно все наше время требования на было посвящено подготовки поэтому что нужно вернуться это определенно давай introduce вот тут представлены альтеративные методы заваривания отличный от кофе-кон вечер и кортадова по всему аликанта как и говорил вот здесь даже есть кривилизерен и фиопия бразилия колумбия пойдемте сплющик ну собственно по этим отметочкам тоже можно ориентироваться чаще всего не врут о чем здесь два этажа и наверху очень крутой зона посадки они когда наполняют воронку так мы проделали путь в пятьсот тысяч пятьсот тысяч километров ради лучшей паэльи короче прикол такой место настолько аутентичное домашнее вообще как мы узнали про это место тут наверное звезды сложились почему интересно так вышло что я пошел сделать себе бордо усы и оказалось что то заведение которое я выбрал открыли русские ребята с новосибирска артур и после того как я подстрелюсь оболтал да там мне рассказали о жизни в испании конкретно в аликанте что происходит я думаю дать прошу место где вот такая аутентичная хорошая и вкусная паэлья чтобы мы не пожалели с нашим выбором вот и собственно он порекомендовал мне это место с улицы вы пойдете в где даже этого не заметите вот но там ведь прямо то что нужно и найдите сто процентов потом оказалось то что это место которую я уже посмотрел интернете они в призеры на интернациональных там премии они готовили самую большую паэлью были канты то есть это по факту топовое место но сейчас мы наверное минут десять пытались сделать заказ потому что никто не говорит по-английски хотя я говорю speak english на гача позову ща позову зовет мужика и он точно так же ни слова вообще ему через переводчик кое-как пытаемся понять что отчет отличается вроде к нам порекомендовал поэтому надеюсь мы сейчас с выбором не прогадали вот вроде как выбрали такой из двух вариантов топовых вот поэтому ждем что нам принесут есть не прям что шли я думаю все будет окей вот а илюша уже тут пошла футблогер сам заниматься ну собственно пока мы в ожидании это по ходу окрас тарелочка на которой они готовят свои рекордсменские паэльи вот а здесь те самые награды а вот этот тот самый размер тарелки который нужно мне забираем ну чё сейчас будем сею сие прекрасное блюдо отведывать приятного нам аппетита так сейчас все таки будет отзыв ну короче все таки все таки испанская кухня не настолько привлекательна оказалась на в разряде таких блюд типа да из риса нам более предпочтительно ризотто до чтобы итальянская вот поэтому вкусно но обычно блин принципе чем можно еще ждать да там от морепродуктов и риса и десерт это прям десерт это был просто фейл кому-то нам принесли или дела себе мусор шоколана бланка а чё-то там то себе буси вот чё тогда такой короче как будто принесли такой не кислый творог что знаешь да чё-то типа рикотты смешанной с сливочным маслом вот и сверху 2-3 камеры карамелизированных грецких орешков вот кача десерт провалился вот по или как бы прикольно но ничего особенно поэтому все-таки мы за итальянскую кухню и по ходу в испании прикольно есть итальянскую кухню пиццы и пасты и все такие дела вот но у нас предстоит поездка в италию поэтому я думаю там мы точно не разочаруемся тогда вот будет большой итальянский чуть как он танцов сейчас я буду подпрыгивать вот такая красота каждый день я кайфую от каждой минуты пребывания здесь поэтому но россию любишь он купается головочек ну что мы мы телепортируемся в бухарест что проходим на посадку желательно удачного перелета а теперь вернемся к нашему путешествию предстоит поездка бухарест в условно на следующий день после про турнира я быстренько оформляю запрос в любви пролик пишу письмо они присылают мне контракт я подписываю отправляю обратно и уже через несколько часов я вижу себя в списках участников блин те самые списки которых я мечтал себя видеть это просто фантастически мотивация зашкаливает утром прошелся на кардио вернулись собрали вещи съехали с апартаментов немножко посидели расслабились под солнышком и отправились в аэропорт ну наверное у вас накопились вопросы касаемо отношения к россиянам да ощутили мы что-то или нет я не хочу глубоко уходить в эту тему да у всех есть свои убеждения в видении этой ситуации я просто скажу что услышал что ощутил вокруг себя за эту поездку мы не ощутили никакого негатива от слова совсем когда тебя спрашивают откуда ты ты говоришь я из россии там from russia русия оооо да наверное больше не буду затрагивать эту тему скажу что все было хорошо никаких проблем и наша федерация реально это то место где нет политики на этом я заканчиваю первую часть следующий уже будет связано с конкретно с турниром романия масл фест это будет мой первый про турнир который я пройду от и до от про митинга и до сцены до финала надеюсь финал да по другому нельзя спасибо вам за просмотр я постараюсь показать все по максимуму так что увидимся на канале пока пока